Всем привет из столицы штата Теннесси, а также культурной столицы американских реднеков города Нэшвилла. Его называют Мьюзик Сити, столицы Кантри, как только не называют. Вообще ходили слухи, что он очень сильно развился за последние пять лет, что мы здесь не были. Ну вот, сейчас посмотрим. Стадион и напротив восстановленные постройки, как выглядел Нэшвилл в древности. Очень-очень давно чистокол, такие терема, и сейчас напротив этого всего возвышается небоскреб AT&T. Я всегда прихожу на набережную реки какого-нибудь города, потому что я считаю, что набережная города является душой этого города. Если вы хотите почувствовать город, нужно приходить, конечно, на набережную реки, вдоль которой и образован этот город. А вот, собственно, другие представители, как я вам и говорил. То есть, очень-очень-очень много бездомных. Несмотря на то, что в Нэшвилле тоже есть зима, но, судя по всему, какие-то социальные программы позволяют здесь людям без жилья все-таки жить, находиться в огромных таких количествах. Местный Бродвей. Очень трудно здесь все это снимать, потому что везде музыка, как вы знаете, с авторскими правами, все это будет блокироваться. Вот. Но, в принципе, сейчас выбрали такой отрезок, где музыка не доносится до нас. Здесь же кругом местный Бомонд. Ну и еще стоит добавить, что сегодня понедельник. Очевидно, в субботу, в воскресенье здесь, как бы даже сейчас, в условиях поландемии, все-таки более людно. Ну а еще, что я знаю из Википедии, из вируса головного мозга, этот весь стрип обязали закрываться в 10 вечера. Ну, в общем, маразм крепчает. Как вы видите, здесь очень много людей в масках. Несмотря на то, что мы были, допустим, в Коламбусе, и там уже люди не используют маски. Также мы были в Сент-Луисе, тоже там всего этого по минимуму. Но здесь, в Нэшвилле, к этому подошли очень серьезно. В общем, маски на этой улице. Да, пожалуйста, спасибо. Мне тоже. Я очень приятно. Спасибо. Если вы не поставите, то вы получите обеспеченность, это, что происходит. И сколько обеспеченность, в общем, штраф за безмаски? 100 или 115? 150 или 115, что-то в этом роде. Но, опять же, здесь на улице, как бы, исключительно на стрипе масочный режим. В остальном в городе только в помещении. Типа маски на улице, можно без них. Вот человек снял маску все-таки, ему дали. Здесь есть люди, которые этому сопротивляются, но все равно подходят. Говорят, одевай, одевай. В общем, вот такой он Нэшвилл, культурная столица реднеков. Вот такая она. Но, как вы видите, мы пообщались с полицейскими, несмотря на то, что есть штраф за безмасочный режим. 150 долларов, правильно? Ну или 115, по его словам не разобрал точно. Да. Нам просто дали маски, мы их одели и пошли дальше. Очень много музыки, но вы знаете иногда, как получается... Вот они рокеры. Но, как показывает практика, очень многие используют фанеру. Ну, то есть, они как бы поют живым голосом, а музыку включают в какой-нибудь известной группы. И из-за этого YouTube тоже не очень хорошо относится к таким роликам. Ну вот, с человека снимали-снимали, одевали-одевали маску, он опять без маски пошел. Ну и правильно, что страдать. Молодец, настоящий Инаитив Америка. Да. Тот полицейский на углу на него посмотрел, махнул рукой. Далеко до него бежать, в принципе. Вот такой он местный Бродвей. Мы с вами по нему немножечко прогулялись. Он здесь уже заканчивается. То есть, где-то есть еще небольшие бары, ресторанчики в ответвлениях. Ну а основная культурная жизнь, конечно, она проходит вот в этом местечке, в популярном месте города Нэшвилла. Ну и опять следует заметить, что этот стрип очень небольшой. И это для меня стало огромным удивлением, когда я впервые посетил Нэшвилль 5 лет назад. Потому что я все время слышал эти эпитеты, столица кантри, город музыки. Я себе что-то большее представлял. А на самом-то деле в Остине, например, в Техасе по размеру, это примерно такое же. Но про Остин никто не говорит город музыки. Вот в каждом небольшом баре играет музыка. Не обращайте внимания на мой приглушенный голос, потому что я нахожусь в маске. Заставили надеть кругом полиция, в принципе, никак иначе. Так, давайте посмотрим меню. Здесь вы можете посмотреть, сколько вам будет что стоить, какие цены. Ну, сравнительно недорого. Единственное, что это такая пережаренная кухня, вырви глаз. Ну да, кто любит там ребра какие-нибудь, гриль и все остальное. На историческом здании мы видим цифру 1892 год. То есть, одно из исторических зданий. Интересная панорама открывается с этой точки. Строящийся небоскреб на фоне маленьких барчиков и ресторанчиков. Которые постепенно перестраиваются во что-то новое, модернизируются и превращаются уже в большие какие-то здания. Ну, как вот перед вами. То есть, с одной стороны историческое здание, а рядышком уже модернизированное какое-то, современное. Вот такой он Нэшвилл, в принципе. Он строится, отстраивается, модернизируется, постепенно видоизменяется. Ну, а моя концепция того, что сейчас Америка возвращается в состояние своего прошлого, такого достаточно безлюдного состояния, она здесь подтвердилась. Потому что постпаландемический Нэшвилль, это Нэшвилль пятилетней давности. А вообще, конечно, интересная эта страна. То, что если вам нравится джаз, то поезжайте в Новый Орлеан. Если вам нравится кантри-музыка, рок, то приезжайте в Нэшвилл. Вот. То есть, в этой стране для всего есть место. Вот еще небольшое такое ответвление, тоже с магазинами, с барами, с ресторанами. Здесь уже не так много музыки, как на Бродвее, где мы с вами гуляли. Ну, тоже достаточно популярное и интересное место. Но в основном для тех, кто хочет посидеть за кружкой пива, либо купить себе шляпу, косуху, сапоги какие-нибудь, либо печеньку, облитую шоколадом. Зато на этой улице по сравнению со Стрипом нет полиции, походу на улице без маски можно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, ты покажи, что за вкус. Не пейте эту химию. Здесь люди собрались, я не знаю, что они что-то покупают или что здесь происходит. Сейчас будем выяснять огромное количество людей. И, судя по всему, здесь просто раздают еду, наверное. Люди любят Нэшвилл, на флаге написано. Здесь, короче, бомжей моют, стирают им одежду. Ну, и, как я понимаю, попутно тестируют на корововирус и выдают какие-то медикаменты нуждающимся. Ну, вот вы видите, что раздают белье. Люди примеряют. Ну, а мы же с вами шли к Капитолию, потому что все это находится напротив Капитолия, одной из достопримечательностей города Нэшвилла. Ну, вот и ответ, почему здесь так много бездомных. Потому что за ними ухаживают, присматривают, что-то раздают. И даже какие-то книги. Это комиксы или что это такое. То есть можно подойти, что-то прочитать. Вот видите, человек положил обратно книгу. То есть, видать, уже начитался. Кстати, здесь нередкое явление, когда бездомные там где-нибудь лежат на лавочке или вообще на асфальте и читают книгу. И, кстати, у некоторых бездомных здесь есть ноутбуки даже сотовые. Они подзаряжают это в вседоступных розетках, в общедоступных. Ну, вот вы видите, там человек джинсы получил, футболку получил. Немножечко окунулись в такую бездомную жизнь этого города совершенно нечаянно. Естественно, бездомных очень часто сопровождают их питомцы. В принципе, собаки не дают сойти с ума хозяину. Почему у бездомных так много каких-то питомцев, собак или еще кого-то? Потому что это чисто морально помогает им. Сейчас мы пройдемся с вами чуть вглубь, тоже посмотрим, что там дальше. Вот вы видите, здесь какие-то опросы проходят и также подстригают. Это я впервые вижу, чтобы бесплатно подстригали, какие-то стрижки делали. Ну и, кстати, мы читали, что некоторые, как бы даже топовые парикмахеры в этом участвуют и предлагают бомжам не просто стрижки, а что-то стильное. Да. И здесь вот раздают еду, напитки. Здесь очередь такая огромная. Сейчас я вам все это покажу. Вот, вы видите, одна коробка в одни руки, он показывает. И какой-то напиток дают. Вот, содовая. Все это напротив фонтана и музея. Вообще, если честно, эта вечеринка больше, чем, как бы, та, что на Бродвее сейчас проходит. Да. В большей степени люди нуждаются в еде, нежели в кантри-музыке в данное время. И я думаю, таких людей будет появляться все больше и больше. Вот женщина хвастается, какое платье она получила, радуется. Ну, классно, классно, что людям, в принципе, помогают. Парни подстригли, даже что-то выстригли. Видите, какую-то звезду у него на затылке. Итак, вот такая она социальная жизнь города Нэшвилла. А мы с вами продолжаем двигаться в сторону Капитолия. Вход на территорию Капитолия оказался закрытым со всех сторон. Мы попробовали его обойти, зайти в его парковую часть с разных сторон. Но везде все закрыто, перекрыто. С холма, на котором расположен Капитолий, открывается чудесный вид на одну из сторон этого города. Вот он горный штат Теннесси во всей красе. Кстати, постоянно распространяются открытки вот этих всех холмов. Особенно по осени, когда деревья то красные, то желтые. Ну и естественно, когда здесь зима, здесь все выглядит достаточно причудливо, интересно. И тоже очень-очень много картин, всяких разнообразных фотографий именно с этих мест. С этого холма. А это тот самый Капитолий с другой стороны. Хотя к нему невозможно подойти близко. Капитолия. Капитолия. Продолжение следует...